В будущее профориендационные встречи прошли в Бобруйске. Мне очень приятно доносить молодым ребятам свой опыт. О чем рассказывают представители предприятия. Умна не по должности. В Могилеве директор незаконно завышала себе зарплату. Фигурант не грозит. До 12 лет лишения свободы. Насколько рублей пополнила кошелек? Комплекс работы. Санстанция продолжает мониторинг санитарного содержания территории. Применяются меры согласно законодательству. Есть ли нарушения? А также плюсы БелАЭС, продление запрета и новая сумма. С апреля в Беларуси вырастут суточные для командировок. Насколько? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Президент принял участие в проверке боеготовности на приграничных территориях. Александр Лукашенко осмотрел район сосредоточения отдельного танкового батальона. Ознакомился с выполнением задач мотострелковым подразделениям и организацией занятий по боевой подготовке в Ашмянском районе. Здесь мероприятие по усилению участка границы, патрулированию авиационной разведки при помощи беспилотников. Главнокомандующему доложили о выполнении задач и про обстановку, которая складывается. Белорусский лидер поручил жестко реагировать на возможные провокации на границы со стороны сопредельных стран. Я тебе публично скажу, любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению. Так точно. Церемониться ни с кем не будет. Никто не должен ни с кем церемониться и мы так и будем поступать, потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Так точно. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Они понимают только силу. По словам главы государства, акцент в развитии армии нужно делать на том, как ведется современная война. Особенность их боевых действий. Наряду с передовым высокоточным оружием нужны и обычные вооружения, грамотные действия военных непосредственно на местности. Сама себе режиссер. Директор предпочла своей должности тюремный срок. 40-летний руководитель могилевского филела одной из организаций незаконно завышала себе зарплату. Предоставляла в финансовое подразделение приказы на необоснованные надбавки. Документы ни с кем из вышестоящих не согласовывала. За три года женщина незаконно присвоила себе почти 80 тысяч рублей. Масштабный проект, успешная миссия и неоспоримая польза. БелАЭС суммарно выработала около 27 миллиардов киловатт-часов, где используется отечественная электроэнергия. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Правительство республики в очередной раз продлило запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров. Ограничение будет действовать 6 месяцев. В список вошли холодильники, стиральные машины, пылесосы, детские коляски, очки и другое. Однако экспорт возможен при наличии соответствующей разовой лицензии. С апреля в Беларуси вырастут суточные для командировок. Теперь сумма насчитывает 12 рублей. Ранее было 9. Кроме того, предусмотрены новые правила оплаты расходов на транспорт. Если сотрудник проживает не в том населенном пункте, куда рассчитана деловая поездка, и нет билетов туда и обратно, траты на проезд возмещаются в размере 0,1 базовой в каждую сторону. БелАЭС суммарно выработала около 27 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Проект охватывает различные сферы – промышленность, науку, сельское хозяйство, медицину. Станция позволила стране снизить зависимость от углеводородов и отказаться от импорта электричества. Кроме того, выбросы парниковых газов в атмосферу сократились более чем на 12 миллионов тонн. В Беларуси за пятилетку планируют построить порядка 800 станций обезжелезивания воды. В рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» одна из ключевых задач – обеспечить потребителей водоснабжением питьевого качества. По итогам 2023-го показатель чуть больше 98%. Помимо прочего, проводятся работы по переподключению населенных пунктов. Корабль «Союз» успешно пристыковался к универсальному узловому модулю причала российского сегмента МКС. На Международной космической станции Марина Василевская и Олег Новицкий пробудут 12 дней. В течение этого времени наша соотечественница выполнит научную программу, связанную с потенциальными межпланетными путешествиями. В планах возвращения экипажа 6 апреля. На пороге выбора в Бобруске прошли профориентационные встречи с учащимися города. При поддержке Управления по образованию госполкома представители Белшины провели диалог с теми, кому совсем скоро предстоит сделать важный выбор – определиться с будущей профессией. Сотрудники предприятия рассказали о востребованных специальностях и преимуществах, которые предоставляет каждому молодому сотруднику. Учащиеся школ узнали о возможности получить образование на условиях целевой подготовки в механико-технологическом колледже, чтобы после обучения стать частью большой команды градообразующего предприятия Бобруйска. Думаю, информация мне все-таки помогла, но теперь у меня будет, как бы сказать, мотивация такая, чтобы поступить в механико-технологический колледж. Поэтому буду стараться. Да, такие встречи хорошо. Ребенок узнал, что предлагает наше предприятие. Я сам там работаю уже 18 лет. Хочу, чтобы мое подрастающее поколение тоже продолжило там работу. Сам относительно недавно сидел на школьной скамье и сам понимаю, что такое выбрать специальность, в которой ты впоследствии будешь развиваться. Поэтому то, что сейчас проводится в колледжах, мероприятия и в школах, это очень ценно. Сам делаю первые шаги сейчас в карьере, можно сказать, и мне очень приятно доносить молодым ребятам свой опыт, свои знания. Информационный диалог прошел и на базе 30-й школы. Для юных бобручан встреча с представителями городообразующего предприятия – это уникальная возможность узнать о производственном процессе и особенностях рабочей деятельности, задать интересующие вопросы и вдохновиться на выбор профессии, которая в будущем станет гарантом высокой заработной платы, карьерного роста и насыщенной корпоративной жизни. Победа с воздуха куется на земле. В 83-м отдельном инженерно-аэродромном полку прошли состязания по восстановлению условно разрушенной противникам взлетной полосы. За ходом событий следил Роман Костюков. Несмотря на зябкий ветер, который проникал даже под самый плотный бошулат, задача будет выполнена при любой погоде. Поддержать команды собрались личный состав и воспитанники военно-патриотического клуба «Доблесть». Общее построение как начало интригующего мероприятия. Бойцы готовы, техника тоже. Условная ситуация – вражеская бомбардировка взлетной полосы. Цель – замена разрушенных аэродромных плит. Поданный сигнал начинает выполнение задачи. К работе приступают два инженерно-аэродромных батальона. Все действия тщательно выверены и спланированы. Разделенные обязанности между звеньями бригады помогают действовать уверенно и без заминок. Удаление мастики из швов, резко сварки стыковых скоб, извлечение поврежденной плиты, очистка и подготовка покрытия, установка нового полотна и его герметизация. Вся последовательность выучена и отлетает от зубов. Однако повторение – мать учения. В ходе этих соревнований еще раз весь личный состав смотрит, обучается и понимает весь технологический непростой процесс по замене аэродромных плит в ходе повреждения аэродрома. Со стороны наблюдателя можно бесспорно заявить о качественности выполнения задачи. Но все-таки ключевой фактор оценивания у жюри – время. Быстрее справились военнослужащие 1-го батальона. Мы справились с этой задачей вполне успешно и вполне легко. Начало как-то подвело, когда плиты не могли вырвать. Потом все справились успешно, благодаря слаженной работе всех наших военнослужащих под четким руководством командиров. Честь и доблесть. Состязание, приуроченное к 84-летию со дня образования части, должно стать доброй традицией. В планах проводить его ежегодно. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. С приходом весны оживает природа и не только. В городе началась активная проверка санитарного содержания и наведения порядка земель. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии контролируют состояние и благоустройство коммерческих строений и частных секторов. Активно проходит мониторинг внутридворовых территорий, контейнерных площадок, а также земель общего пользования. Чаще всего выявляется нарушение несвоевременной уборки прилегающих участков. Еженедельно проводится обследование территории города Бобруйска и Бобруйского района по вопросу благоустройства и наведения порядка на землю. За истекший период 2024 года обследовано более тысячи объектов. Нарушения выявлены более чем на 40%. По фактам выявленных нарушений применяются меры согласно законодательству. Меры направлены на улучшение уровня гигиены и санитарной обстановки. Частота дворов способствует созданию благоприятной среды для жизни и отдыха. Сразу после нас Бобруйск лайв. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, что общего между советским и современным кино. В чем успех кассового фильма «Чебурашка» и какие премьеры ждать бобручанам. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и со тетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok